Добрый день, в эфире Парадокс, я ведущий Степан Демура. Сегодняшняя тема у нас достаточно серьезная, мы поговорим об одном из двух крестов России. У нас есть два креста, это низкая рождаемость, вымирание нации и алкоголизм. А вот сегодня мы поговорим как раз о первом кресте, алкоголизме, хотя он очень тесно связан и с низкой рождаемостью, вымиранием нации, как показывают исследования. У нас в гостях сегодня Олег Викторович Пархоменко, психиатр, главный врач клиники расстройств высшей нервной деятельности РОСА. Добрый день, Олег Викторович. Здравствуйте. Прежде чем перейти к этой теме, хотелось бы просто задать вам один вопрос, который, наверное, интересует многих радиослушателей. Это вопрос, так называемого нуля, ноль промиллей в крови, потому что существует очень много мнений, дискуссий, бывает ли ноль промилля в крови или это все выдумки парламентариев и тому подобное. Ваше мнение как практикующего врача и специалиста в этой области? Мое мнение как практикующего врача таково, что определяет на самом деле не цифры, которые мы получаем при помощи прибора, а определяет клиника. Клиника и это оценивает врач. И часто случаются несоответствия клинической картиной опьянения и показаний прибора. С одной стороны, большая концентрация показываемых приборов не видна клинически, как опьянение, и наоборот. То есть прибор это не главное, это абсолютно косвенный показатель, и ориентироваться на эти цифры, которые мы видим, неправильно. И главное это не в том, что показывают приборы, главное, что не в клинике. Разные люди пьют с разным уровнем здоровья. И для кого-то через сутки возможность, скажем, выполнять свою работу, нахождение за рулем, это уже нормально, а для кого-то ненормально и через неделю садиться за руль. Ибо есть уровень поражения алкоголем таков, что возможности операторского труда отсутствуют. Как это ни парадоксально? Вроде я пил неделю назад, но ты еще не можешь работать. Вопрос-то сводится к тому, вот сейчас все говорят о нуле промилле, отбирают права, но ужесточение законодательства, вот ноль промилля в крови, это вообще можно этого достичь? Или это нормальный уровень? Ноль промиллей, ноль промиллей, конечно, должен быть ноль, конечно, должен быть ноль. Но практика показывает, что такое промилля вообще, это тысячная часть. Это количество алкоголя в выдыхаемом воздухе в данном случае, потому что пользуется газоанализатором. Объективной была бы картина, максимально объективной, если бы мы брали две среды, то есть мочу, кровь, смотрели там, и клиника. Вот это бы показал пьян человек, не пьян человек. Это был бы показатель. Газоанализатор, конечно, может породить большое количество ошибок. Вот на основании одного, вот направить на экспертизу по показаниям газоанализатора, да, возможно. Но далее эксперт, ориентируясь на клинику, уже, и здесь уже ничего не поделаешь, это дело последнее и окончательно. Понимаете? Пьян человек или трест, доктор должен решить, а не прибор. Ну, в принципе, то есть, скажем так, вопрос волнует очень многих. Вы считаете, насколько я понимаю, что пользоваться только прибором, особенно когда увеличиваются штрафы и вводятся серьезные наказания, нельзя. И ноль там ставить тоже нельзя на приборе. Прибор, прибор, ну, ноль нельзя, конечно, ставить. Ну, сахарный диабет, кетоацидоз, по каким-то причинам количество эндогенного алкоголя может быть увеличено, понимаете. Это не значит, что все будут прятаться там, обнаружить сахарный диабет. Но, тем не менее, ориентироваться на прибор, вот на прибор, на цифры нельзя, потому что нельзя, без обсуждений. Только клиника и осмотр, осмотр, осмотр могут стать... То есть, это абсолютно определенный научный факт. И все, что нам говорят про абсолютную ноль, ну, серьезно воспринимать такие вещи нельзя. Ну, говорят же не доктора, говорят, конечно, законодатели ориентируются на мнение экспертов, на мнение клиники, пытаются максимально как-то это объективизировать. Конечно, цифры это уже, ну, что это, это вроде бы как объективность, это иллюзия объективности. К сожалению, это... или к радости, это иллюзия. Когда мы поймем, что это иллюзия, мы будем ориентироваться на клинику, что правильнее, правильнее, правильнее. Опасность, опасность огромная заключается в том, что люди, основываясь на своем личном опыте, там, сами устанавливая себе меру или устанавливают меру допустимого какого-то алкоголя, не ведают ведь, что творят, не ведают, что творят. И чем раньше придет осознание того, что нельзя садиться за руль пьяным, тем это лучше. Вот, вот, вот что главное. Вот, ну, что заловим мы человека там, ну, пьяный он за рулем, ну, и промиллями покажем, что он пьяный. Ну, клиника, он там наубивал народу сколько. Нельзя садиться за руль, вот осознание какое. Ну, ведь просто люди, например, садятся за руль, который там, человек может вообще не пить, он садится за руль, прибор проказывает, скажем, 0,05. Он пьяный, понимаете? Ну, нет, нет, конечно, конечно, нет. Ну, опять-таки. Права-то отбирают, штраф накладывают. Конечно. Газоанализатор, он вообще, вот, он не специфичен для алкоголя. Ведь, условно говоря, там, побывав на ингаляции и там подышав эвкалиптом, выдохнув этот газоанализатор, мы получим какое-то количество, потому что он не специфичен для алкоголя, он специфичен для изменения выдыхаемого воздуха. Понимаете? Он определяет в принципе нечто, хотя, конечно, главным образом алкоголь. Но это запутывает ситуацию, чтобы распутать ее, и можно установить, ну, максимально приближенно к объективным показателям. Это берем две среды, это кровь, моча и клиника. Вот, пожалуйста, на цифры, на промилле, вот, в выдыхаемом воздухе, конечно, неправильно ориентироваться. То есть, вывод один, если вас остановили, вы не пили, вы абсолютно трезвый, насколько я понимаю, нужно требовать освидетельственного врача. Да. Хронический анализ. Да, да, и предусматривалось, раньше была такая норма, что если как-то вот первая экспертиза показывала, что человек пьян, а он утверждал, что он трезвый, можно в течение какого-то времени повторную экспертизу где-то в аналогичном лечебном учреждении сделать, для того, чтобы иметь основания. Ну, всякие бывают ситуации, произвол административный, никто не отменял по наше, так сказать, время. Случаются. Викторич, вот еще один вопрос по этой теме, который, на самом деле, меня тоже очень любопытен просто. Считается, что труп пил, если содержание 0,5. Почему? Вот с чем это связано? С какими-то процессами разложения в организме? Ну, просто, наверное, всем будет интересно это услышать. Ну, всем бы было, вот когда дело касается посмертной экспертизы, это все-таки пусть лучше отвечает специалист. Я, слава тебе, господи, пока вот с живыми людьми работаю, поэтому тут судебный медик пусть ответит лучше. Хорошо, ну что ж, перейдем, на самом деле, к очень серьезной сейчас теме. Это алкоголизация страны, она началась не сейчас, а, насколько я понимаю, началась в конце 60-х, 70-х с кампанией еще тогда КПСС о здоровом и культурном потреблении алкоголя. Но прежде чем будем о этом говорить, я бы попросил вас описать, что такое алкоголизм и как он возникает, и почему он так опасен. Ну, вот ноты трагизма, Степан Геннадьевич, мы немножечко уменьшим, потому что трагизм у нас в наши дни просто сплошной трагизм. Я вот, несмотря на то, что, так сказать, работают учреждения, занимающиеся психиатрической помощью, я хорошее скажу. А хорошее вот что, пошел народ лечиться, не приводят, а приходят сами, говорят, доктор, я спиваюсь, помогите. Вот редкость за четвертый десяток практической деятельности своей я наблюдаю, когда люди приходят сами, понимаете. Удивительный, удивительный факт, но вот он происходит. Теперь о печальном. О печальном. Печальный вот что, друзья мои. Эпидемия это когда много, пандемия это когда все. Мы живем в такое замечательное время, такое трагичное время, когда у нас пандемия алкогольной болезни. Ибо болезнь проста до невозможности. Не следует отвлекаться и считать стадии. Первую, вторую, третью или тридцать третью. Это стадии, которые учитывают уже повреждения, которые алкоголизм нанес. Алкоголизм прост. И два симптома, и ничего, что наши радиослушатели могут поставить себе диагноз сами. Пусть ставят. Значит, два события достаточно в жизни любого человека для того, чтобы поставить диагноз алкогольной зависимости. Это хотя бы единственный провал памяти на фоне опьянения. Не важно, что потом вспомнил. Был провал памяти. Это первый этап. И заключительный. Это инверсия. То есть изменение по отношению к спиртному по утрам. Вместо того, чтобы глаза мои не смотрели, вдруг появляется мысль. Хозя бы мысль. Надо выпить, чтобы ожить все. Это говорит о том, что ферментативная защитная система отсутствует. Алкоголь утилизировать нечем. И он становится абсолютным нейротропным ядом. Ведущий, как всякая болезнь, куда-то ведет. Алкоголизм ведет к слабоумию. К слабоумию не в смысле трамвайном, чтобы оскорбить кого-то. О смысле научаемости, анализа своих действий и прочим, так сказать, разрушающим моментам. Вот так. И не важно, что ты пьешь замечательный алкоголь, редкий, элитный или простой. Мы должны уйти на новости. Вернемся после новостей. Добрый день. Снова программа «Парадокс». Я Степан Димура. Телефон студии 6510996. Кот города 495. Звоните также, пишите, задавайте вопросы на сайт финам.фм. Сегодня мы обсуждаем тему алкоголизма в стране. Насколько это все серьезно и насколько это серьезно заболевание. У нас в гостях Олег Викторович Пархоменко, психиатр, главный врач клиники расстройства высшей нервной деятельности, РОСА. Олег Викторович, вот почему алкоголизм настолько получил такое распространение? Насколько все это серьезно? Ну, я так предполагаю, что алкоголь существовал еще раньше, чем существовало само человечество. Это более древнее образование, чем весь человеческий опыт. Ну, насколько это серьезно, представьте себе, что человек, ставший алкоголиком, вот используя те критерии, о которых я говорил, то есть единственный провал памяти, и вместо того, чтобы глаза мои не смотрели, надо выпить, чтобы жить, после выпивки он, это уже не феномен алкогольного опьянения, это феномен помраченного сознания. То есть он непредсказуем, он ненаучаем, он в функциональном смысле, то есть обратим, он слабоумен. Кроме того, утрата вот этой ферментативной защиты, фермента антиалкогольдегидрогеназа, это на всю жизнь. То есть алкоголизмом заболевают один раз и на всю оставшуюся жизнь. То есть, например, утрата контроля, я знаю меры, это разговор. Зачем? Утрата контроля, это не волевой акт. Договориться, что я выпью и остановлюсь, невозможно. Так же, как невозможно договориться с восходом и заходом солнца, понимаете? И вот это непонимание, оно же у самого пациента нашего, когда я ему говорю впервые о том, что ты болен, он не понимает, не потому что он этого не хочет, он не может этого понять. И некоторое время он должен находиться в состоянии какой-то насильственной трезвости, чтобы я мог апеллировать какой-то части его сознания восстанавливаться и объяснить то, что, друг мой, ты в беде находишься. Я тебя не все, кто трезвенников призываю, а сообщаю тебе, что ты сходишь с ума. Потому как исторически так сложилось, что сама по себе наука наркология, она вообще молодая совсем и такая волюнтуристического происхождения, произошла над декретом ПСС в 83-м году и отделилась она от психиатрии. То есть, тогда еще было такое психотерапевтическое значение самого места пребывания, когда алкоголик попал в психиатрическую больницу, он понимал, что что-то со мной, наверное, не то происходит, почему я нахожусь. А потом, вроде бы, как отдельно наркология, это вот нечто такое, вот такое не то что-то, на самом деле то, это плохо с головой, понимаете, говоря языком обывателя. Посему, ну, надо как-то подумать об этом, это важно. Ну, а почему она приняла такое огромное распространение, вот вы говорите о пандемии? Да. С чем это связано? И является ли, скажем так, Россия, как нам говорят, исключением из правила? Ну, Россия, Россия всегда ни Запад и ни Восток, она всегда в некоем смысле исключение. Да, всегда у нас свой путь. Но вот сейчас мы переживаем, наверное, трудные времена, которые никогда не переживали, ибо сталкиваемся мы с поколением, которое не было взрослым трезвым. То есть так сложилось, что приводя, или, ну, те, кто не был взрослым трезвым, их уже приводят, сам он не может, он не понимает, что он болен, им некуда возвращаться. Он не знает, что такое быть взрослым, принимать решения трезвым. Он не знает, что такое выстраивать взаимоотношения, будучи трезвым. Он не знает, как принимать решения, будучи трезвым. Он вообще ничего не знает. И весь мир во всей своей несправедливости для него особо несправедлив и свиреп. Потому и заглушить это чувство, он вновь и вновь и вновь и вновь употребляет алкоголь. Вот, вот, вот что, друзья мои, взрослое трезвое поколение, вот что нам нужно. Вот. Ну, а как этого достичь? Достичь. Потому что, вот, смотришь на статистику и, например, по оценкам мы потребляем где-то 15-16 литров чистого алкоголя на человека в год, по некоторым оценкам. А в то же время такие страны, как Франция, Германия, потребляют, скажем, 14 литров в год чистого алкоголя. Вот, я думаю... Ну, почему-то у них как-то все это немножко выглядит по-другому. Ну, вот, для статистики, для статистики ведь она к человеку неприложима. Понимаете, тут больше, меньше проценты будем считать. Мы же видим, мы же не статистику читаем, когда ездим в метро или когда, видимо, там, едем по дороге или бываем в общественных местах. Мы видим, что происходит. Мы видим, часть людей, ну, безумно, будем говорить. Так эти безумные наши сограждане, они же тем или иным способом касаются нас. Как это осознать? Вот, будем мечтать, как Александр Сергеевич Пушкин, который мечтал о двух непоротых поколениях, чтобы чувство достоинства проснулось в русских людях. Будем мечтать об одном трезвом поколении, будем надеяться, молиться об этом и победим всех. А какие есть способы, скажем, борьбы с алкоголизмом? Вот, вот со способами, друзья мои, способов вроде как много, но вот по большому счету способов-то, я бы сказал, ни два, ни полтора. Способов мало. Способов мало. Вот статистика, что нам показывает медицинская статистика, которая не ангажирована, которая не облагается никакими налогами, как там продажа алкогольной промышленности, продукции. Вот медицинская статистика эпидемиологов, которые даже не психиатр, они нам говорят, что из всех леченных тем или иным способом алкоголиков состояние ремиссии, то есть трезвости, условно превышающей год, достигает не более 10%. То есть представьте себе, что только один из 10 понимает, что он в беде, второй срывается. Другое дело, что есть такое состояние необходимого срыва. Вот появился вдруг думающий пациент, думающий, он понимает, доктор говорит все так. Скорее всего, я знаю, про кого он говорил, но это не про меня, я не такой, я вот все про эту жизнь знаю, у меня все по-другому. Он пробует, пробует опять, он получает срыв, он понимает, что да, действительно, ну, скорее всего, я пить не буду, но таких немного, немного. Смотрите, статистика есть другая. Что нам говорит статистика? Что представьте себе, все срывы при алкогольной болезни, это мало того, что срывы первого года, это срывы первых четырех месяцев трезвости. Хотя вот тем или иным лукавым способом подкрасться хоть лизнуть этого алкоголя. Вот только попало чуть-чуть. То есть люди слабы практически. Слабы, слабы, слаб человек, слаб. Мы сейчас подключим к нашему разговору Вадима Дробиза, директора Центра исследований федерального регионального рынка алкоголя. Добрый день, Вадим. Добрый день, Степан. Очень приятно вас слышать. Я большой ваш поклонник по предыдущему вашему месту работы. Вадим, ну вот вопрос хотелось бы к вам задать, поскольку вы занимаетесь рынками алкоголя. Вот те цифры, которые я озвучил, там 15-16 литров чистого алкоголя, они соответствуют действительности или все защитно хуже? Да, вы знаете, на самом деле нас же долго, в общем-то, Анищенко обманывал и целый ряд других чиновников. Для того, чтобы в России начать антиалкогольную кампанию в 2008 году, надо было обозначить самый высокий уровень потребления. Нас уже обзывали самый пьющий, мы сами себя так обозвали. И был назначен уровень 18 литров, потому что столько потребляет житель Люксембурга в среднем. Мы же должны больше его пить. Ну вот, соответственно. Поэтому существует несколько в России. Первый в них то, что вся Россия спивается. Действительно, даже осенью Евросоюз выдал честные данные. Сколько потребляет легального алкоголя средний житель Евросоюза? 12,5 литров, но в каждой стране мира в пределах 15% это подпольный нелегальный сектор. Получается около 14,5. Ровно столько же, сколько в России. То есть по спирту мы одинаковы. А дальше начинается тотальное различие. По качеству алкоголя у нас треть суррогаты, треть нелегального рынка и безопасности, соответственно, этого же продукции. По структуре потребления мы пьем больше всех раза в полтора крепкого алкоголя, а то и больше большинства стран. Зато в советское время мы пили вина в пять раз больше, чем сегодня. То есть у нас сломанная такая искаженная, извращенная структура. Пиво водочно-суррогатное. А в советское время с 50-го по 80-й была споревнована именно в государственной политике вина водочная. Ну и так далее. Целый ряд по культуре потребления. Например, на Западе алкоголь относительно нашего дешевле в несколько раз. Относительно минимальных средних зарплат граждан. Поэтому там 40% и более выпивается в барах, кафе, ресторанах. У нас только 3%, потому что для абсолютного большинства населения наша российская хорика недоступна. Есть еще один миф о том, что бюджет Советского Союза формировался на 25-30% из алкогольных денег. Это чистой воды блеф. На самом деле 20-25% это было в структуре розничного товарооборота. Водка была дорогой. А продукты и все остальное были доступны. Более того, одна бутылка водки стоила ровно столько, сколько квартплата вместе с газом, телефоном и так далее за одну двухкомнатную квартиру. То есть сегодня это несопоставимо. А вот в бюджете алкоголь давал 5-6%. И есть еще один третий миф, очень важный, о том, что госмонополия, которая была в Советском Союзе, может спасти от алкоголизации. Корни алкоголизации, вы абсолютно правильно сказали, в социально-экономической ситуации. У нас кризис, он толкнул рост потребления во всем мире. И в России, и в прочих странах, и в самых развитых. Причем увеличили потребление все слои населения. И богатые, и бедные, и средняя прослойка. Причем произошло это, ну, совершенно в 2008 году наш центр прогнозировал это для всего мира, так и произошло. Растет потребление крепкого алкоголя, растет его значение как антидепрессанта. Падает потребление вина, пива, слабоалкогольных напитков. То есть, в принципе, мы запрограммированы на дальнейшее, в общем-то, развитие вот этой ситуации. Что такое антиалкогольная кампания в России? Это ширма. Ее начали действительно в октябре, там, 2008-го, ноябре, когда стало ясно, что нефтегазовые доходы, так сказать, могут вот-вот, так сказать, свой поток сократить. И вспомнили опять об алкоголе. О нем не вспоминали с 2000-го года практически. И начали антиалкогольную кампанию резко для того, чтобы, в общем-то, под этим дымом провести две реформы. Административную, она проведена. За 9-й, 11-й год у нас стало в два раза меньше дистрибьюторов, импортеров, производителей. То есть, произошло укрупнение. Никаких сделок по покупке активов практически не было. С рынка просто ушли компании вместе с торговыми марками. Рынок поделили новые. Причем... Вадим, 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 мы сейчас должны прерваться на новости. Вы оставайтесь на линии, мы уходим на новостной перерыв. Снова программа «Парадокс». Я Степан Демура, телефон в студии 659-996. Звоните, задавайте вопросы. У нас в гостях сегодня Олег Викторович Пархоменко, психиатр, главный врач клиники расстройства высшей нервной деятельности РОСА. И к нам подключился к разговору Вадим Дробис, директор Центра исследования федерального и регионального рынка, рынков алкоголя. Олег Викторович, вот стандартный, на самом деле, аргумент, я услышал, который очень часто используется, что если пить, скажем так, культурно, то все не так страшно. Насколько этот аргумент имеет место быть вот с медицинской точки зрения? Ну, этот аргумент имеет такую историческую протяженность, и по этому пути наша страна уже шла, по-моему, лет 10 нас учили культурно пить в нашей истории, это примерно с 62-го по 73-й год. И доучились пить культурно до того, что в 83-м году царственному небесному академику Углов сказал, что доколе государство будет спаивать народ. Доктор такой сказал. Поэтому в играх с дьяволом, знаете ли, побеждает только дьявол. Поэтому вот эти игры больше-меньше, культурно-некультурно, они, конечно, хороши для обсуждения, но они опасны. Опасны. В играх с алкоголем побеждает, конечно, алкоголь. И не стоит тратить времени. Отечество в опасности. Отечество в опасности. И я вот, например, не слышал о какой-нибудь антиалкогольной программе, заказанной там какими-то людьми. Да нет никакой антиалкогольной компании. Напротив, напротив, мы видим некое навязывание, ощущение престижности от того, что люди пьют. Вообще, не сторонник я теории заговоров, такого неведомо. Вот пьют все больше и больше, понимаете? Поэтому надо как-то вот к доктору. То есть без разницы, вы считаете, что без разницы, что пить вино или водку все равно болезнь? Абсолютно без разницы. Вот некоторые говорят, выделяют такое расстройство, называется пивной алкоголизм. Алкоголизм, он и есть алкоголизм. Просто употребляющий пиво, он несколько клинически отличается от того, кто пьет водку. А в принципе, он не отличается ничем. И не важно, что вы пьете. И там есть, конечно, какие-то примеси, более агрессивная среда в алкоголе, наверное, нежели произведена в каких-то определенных условиях. Но это все не важно. С2Н5УН. Вот нашего рака, понимаете? Не тот даже, который касается, уважаемый, я надеюсь, он не оппонент, а собеседник, господин Дробис. Дробис. Да, Дробис. Да. Ведь вот то, что продается в аптеках, например, спиртовые настойки, ну, это к лекарствам вообще при любых болезнях это не имеет никакого отношения. Это, на самом деле, ну, это опохмелочный напиток. Ибо вот что такое, да, там, да, волокардин, корвалол и прочие, так сказать, сочетания фенобарбитала со спиртом. Это ударная доза мощнейшего транквилизатора, там, первого поколения, и 75% спирт. Все. Все. И я это как врач понимаю, вы понимаете меня как мой собеседник, но если мы сейчас с вами выйдем во двор и, скажем, там, бабушки, там, не принимайте волокардин, если не поймут точно совершенно, вот нас не очень... С2H5H опасен для вашего психического здоровья. Вот так вот. Вадим, вы согласны? Да. Вы знаете, я со многим согласен. На самом деле, вот, если мы говорим об антиалкогольной кампании, о какой-то борьбе с алкоголизацией, государство действительно ведет антиалкогольную кампанию. Ведет исключительно ограничительно с запретительными мерами. Резко сократилось число торговых точек. Нет черепных киосков, там, больше они легально не торгуют, они торгуют только нелегально. Ночью теперь уже алкоголь не купишь. Резко выросла цена на алкоголь, но рост потребления есть, был и будет. Уж вы! Я не сторонник алкоголизации, я сам, в общем-то, не пью практически. Я в прошлом был профессиональным спортсменом. Поэтому для меня не актуален, вот как личности, индивидуала. А в целом, я прекрасно понимаю, что потребление все равно будет расти. Это неизбежно. И оно действительно так и происходит, даже по официальным данным Росстата. Вадим, Вадим, а почему вы считаете, что потребление будет расти? Кризис, экономический кризис, причем я думаю, дай бог, чтобы он в середине века закончился, он будет все равно... Ведь дело в том, что в России, вот я начал тогда говорить, спивается не вся Россия, спиваются определенные слои населения. Если уж говорить более подробно, в России 150 миллионов населения, 100 миллионов в той или иной степени употребляет алкоголь. 30 миллионов нас злоупотребляет. Это много, это 20% населения. В западных странах злоупотребляет около 50%. Просто на нашу ситуацию накладывается, ну вот тот низкий уровень жизни, 65% населения. Отсутствие перспективы для молодежи. Вот я как раз считаю, что самым главным сегодня, я согласен, надо спасать молодежь. Но спасать ее нужно не ограничениями и запретами. Кстати, почему государство этим занимает? Оно ничего не стоит государству. Государство тратит на антиалкогольную компанию 3 рубля на душу в год. А пиарятся чиновники и депутаты уже 4,5 года. Без конца идет соревнование. Вот кто-то, так сказать, круче что-то придумает и бестолкует. И все равно работать не будет. Так вот, пиара социально ориентированная молодежная компания. Сегодня попробуй молодого человека. Ну вот сейчас бросились там строить вроде стадионы. Считаю, что спорт конкретно. Я прекрасно понимаю, но это не пойдет человек. Сегодня все привязаны, у кого есть деньги, к компьютерам в большей степени. Нужна четкая социально-экономическая программа. Бесплатное образование, нормальная работа после этого для молодого человека, обязательная. Если выпускник с красным дипломом и с медалью золотой университета в регионе мечтает о зарплате в 15 тысяч рублей, но это ж позор. При такой зарплате ни семьи не будет, ни детей не будет. То есть молодой человек должен, возможно, получить без права приоритизации бесплатную квартиру при создании семьи и так далее. Ну, Вадим, вы уже начали мечтать. Да. Вот только социальный лист, который был в советский период. Кстати, тоже я согласен, но государство сделало величайшее дело с 50-х по 80-е годы. Россия всегда пила много. Царская Россия пила несусветно. Именно поэтому в середине и в 70-х годах 19 века возникли тотальное общество трезвости. И на трезвом они, то, что Углов говорит, там очень много подстасовки. Я согласен, что проблема есть. Но цифры у него, он пользует официальной статистикой. У нас тогда 90% насележивого. Никакой статистики по потреблению не было, кроме городской. Поэтому в 50-е годы советская власть, когда в руинах находилась, в общем-то, половина территории России, европейской, начали засаживать виноградников. До 50-х годов. Россия была исключительно самогонно-водочной страной. Заставили пить виноградный. Это большой плюс. В противном случае пили бы водку. У нас потребление вина к 80-му году вышло на более-менее, так сказать, нормальный, более-менее европейский уровень. Горбачевская реформа все это ликвидировало, сломало. Почему мы сегодня и пьем в 5 раз меньше вина, чем в советское время? И начали пить в большей степени суррогаты. Треть населения сегодня просто. У нас 20 миллионов по прошлому году и только институт содержащие жидкости. Вадим, ну вот смотрите, вы опять используете аргумент, что вот лучше пить вино, чем водку. Да, лучше. Ну вот смотрите, потому что трезвость, это, понимаете, как коммунизм. Понятно, есть какие-то идеальные ситуации. Возможно, вот идеализм, он хорош, но есть практика. Так или иначе, 70% взрослого населения будет употреблять алкоголь, что бы ни было. Либо суррогаты, если алкоголем будет недоступен. Я чувствую, что Олег Викторович не согласен, но в общем-то я, наверное, тоже, но просто вот если говорить о некоторых цифрах, да, то есть оценки, которые говорят о том, что когда проводилась антиалкогольная кампания, она проводилась с 86-го, по 92-й год. Да, я очень внимательно смотрю, тогда было сохранено дополнительной жизни миллион 400 тысяч человек. Готов опровергнуть. По одной простой причине. Это не связано с употреблением алкоголя. Во-первых, алкоголь практически тотально был смещен с суррогатами. Самогон о варенье и домашнее вино. То есть практически уровень потребления не упал. Упала только официальная статистика. А вот что очень важно, нельзя забывать и выдергивать эту антиалкогольную кампанию из контекста того, что происходило. Вы должны, Степан, помнить. Нам объявили перестройку. К тому социальному, а я считаю, это была социальная нирвана в 80-е годы. Так вот, в той социальной нирване пообещали еще зинцы, там зинники, телевизорные сони. Ерунда. Вадим, вот, давайте... Помните, открылись глаза, старики умирать не хотели. Я понял, я понял вашу точку зрения. Олег Викторович, у вас есть что возразить? Опять же, тот же аргумент получается. Надо пить культурно. Я взрослый человек, давно практикующий врач, и аргументы у меня, конечно, они были нелепые в части своей законы, когда вырывали там виноградники и занимались там уж совсем агрессивной деятельностью по поводу пьющих людей. Но я вам скажу, как врач, который работал, простите, в сумасшедшем доме, вот были койки, отведенные на белые горячки. Так вот, их не было. Белых горячек не было несколько лет. То есть они не пустовали, но не было белой горячки. Это показатель, понимаете? Это вот, это аргумент в пользу того, что, ну, какой-то насильственный... Это не компания аргумент. А чего аргумент? а в пользу той ситуации, которая была. У людей появилась надежда, что вот-вот сейчас откроется второе дыхание, новая жизнь идет. Старики жить хотели. Вы вспомните, старики умирать же не хотели тогда, пенсионеры, как они цеплялись. Это потом они в помойках умирали, когда поняли, что обманули в середине 90-х. А тогда ситуация кардинально изменилась. Внушни. Так пьющих людей... Не антиалкогольная компания... Пьющих людей обмануть-то очень просто. А вот когда они пить-то перестанут, их попробуй обмани. Ну, вы поймите, вы вспомните, ведь кто алкоголиком был, как пили, так и пили. Только гнали самогон. Я жил вот в это время в Подмосковье. Вот и сжал, смотрел. Интеллигенция, как и сегодня, начала гнать тогда самогон. Я, не пьющий человек, у меня стояло 5 трехлитровых банок домашнего вина. Ну, потому что абсурдно, смешно было. Но, по крайней мере, и даже для многих это было дополнительным толчком к употреблению. Алкоголики меньше пить не стали. Злоупотребляющие меньше пить точно не стали. А остальное население, ну, оно, так сказать, средний уровень, практически остался на прежнем уровне. Кстати, если посмотреть статистику по сахару, то ровно в три раза выросла продажа сахара в тот период, который вполне компенсировал недостаток алкоголя. Тут мне возразить особо нечего. Ну, то есть это не предмет обсуждения. Я за то, что трезвели люди, трезвели. Я тоже. Тут мы с вами абсолютно солидарны. Но я прекрасно понимаю, что это проблема длительная, и, может быть, ни одного поколения. И до сих пор я прекрасно вижу, я объехал весь мир, изучая, в общем-то, эту ситуацию. По долгу в каждой стране специализированные командировки. Да. И я вижу, что ни в одной стране эту проблему не смогли решить. Согласен. Окультурить могли. Вот только окультурить. Вот я бы вот... Сруктурой потребления. Вадим. Прятать как-то там вот, так сказать, этих пьющих, злоупотребляющих там куда-то, перевоспитывать, на это тратить деньги. Вот единственное, что придумали. Ну, я скажу так. Алкоголизм, он везде алкоголизм. И в Средиземноморской винодельческой Европе он тоже алкоголизм. Отличие одно, это докторское, я вам скажу, такое отличие. Там сначала цирроз, потом слабоумие, а у нас сначала слабоумие, потом цирроз. Вот, по-видимому, какие-то обстоятельства там качество воды, качество жизни влияют на тип течения болезни, а так алкоголиков там не меньше. Конечно. Ну, что ж, я... Но нам от этого не легче. Если ты стал алкоголиком, ты пить не можешь никогда. Я вам скажу так. Ваша продукция, любого из ваших легальных заводов, вдруг получила бы необыкновенное распространение опубликуемой на этикетке. Не утрачено чувство контроля. Завтра не будет болеть голова. И прочие, понимаете, вот эти события. А так не будет, потому что природу не поспоришь. Как только алкоголизм свершился, пей ты хоть легальный продукт, хоть нелегальный. Ты безумен. Понимаете, в чем дело? Абсолютно, с вами согласен. Вот. Это точно. Тогда сразу возникает, на самом деле, другой вопрос. Хорошо. Поскольку улучшение социальных условий и надежды на будущее, на светлое будущее, в ближайшее время, насколько я понимаю, не предвидится, а проблему алкоголизма нужно как-то решать, какие возможны пути решения? Сухой закон? Ну, сухой закон, одно из, конечно. Сухой закон, возможно, на некоторое время. Знаете как? Было бы хорошо, пьяный за рулем, печать, не можешь работать пилотом, учителем. Мы должны уйти на новостной перерыв, вернемся после новостей, не покидайте нас. Добрый день, снова программа «Парадокс». С вами ведущий Степан Димура. Сегодня мы обсуждаем проблему алкоголизма, которая, как оказывается, очень тесно, на самом деле связана с проблемой низкорождаемости. У нас в гостях сегодня Олег Викторович Пархоменко, психиатр, главный врач клиники РОСА, и Вадим Дробис, директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя. Но прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, у нас есть радиослушатель, который хотел бы задать вопрос. Добрый день, Екатерина. Добрый день. Добрый день, Степан. Вы знаете, у меня такое, в общем-то, замечание, что ли, что самое удивительное, что в нашем обществе существует совершенно положительное отношение к людям пьющим. Вообще считается, что человек не пьющий, он как будто бы даже неполноценный. То есть это какое-то одновременно лихачество, одновременно вот... И самое смешное, что это среди интеллигентных людей, потому что там я закончила гик, у меня вот... Ну, я видела, как люди спеваются просто в течение пяти лет, пока они учатся, понимаете? Вот вы закончили физтех, я помню старый анекдот про физтех и МГУ, как там где больше пьют. Поэтому самое смешное, что как... Да. То есть, понимая... И количество самоубийств вот в процессе там обучения было колоссальным, и количество людей просто терявших человеческий облик вот буквально на глазах. И, вы знаете, в это вовлекались все, это была какая-то такая игра. И самое ужасное, что люди с этим опытом шли дальше в жизнь. И вы сами понимаете, что это бесследно не проходит. Вот. Моя воля, доктор говорит, Олег Викторович, Моя воля, я бы разрешил, вот с 25 до 26 лет, вот там хоть опробуйся, но ни до, ни после не прикасайся. Вот научные исследования зашли в тупик в каком отношении? Определили, условно говоря, допустимую безопасную дозу для алкоголя. Это уже алкоголиков не касается, для тех, кто не алкоголик. Это не более 50 грамм абсолютного алкоголя в месяц. Представьте себе. Это не больше там 100 грамм водки. Вот, безопасно. Хочешь сразу, хочешь постепенно. 50 грамм абсолютного алкоголя. Это критерий Всемирной Организации Здравоохранения. Понимаете? Вот такой вот критерий. Понимаете? Вот все засмеялись, наверное. Да, у нас что происходит. Вот у нас ровно происходит. Пандемия. Но ведь на самом деле задача, которую сейчас... Можно поставить чуть-чуть? Да, Вадим, только чуть-чуть. Вы знаете, очень правильную вещь девушка подняла, и я бы хотел несколько развернуть тему. Вот чуть-чуть. Дело в том, что ведь у нас врагом объявлена водка, а не сам человек. Вот как будто наличие алкоголя создает именно вот эту вот гнусную ситуацию, когда человек напивает. Отними у него водку, он будет пить аптечные настойки. Отними у него настойки, он будет что-то еще делать. То есть работать надо с человеком. Бесполезно запрещать как таковой алкогольный напиток. Не алкогольный напиток, значит, наркотики. Не зря... Ну, Вадим, мы же здесь... Мы не о запретах. Мы... Вот санпросвет работы. Мы занимаемся с вами такой тяжелой, неблагодарной работой. Санитарно-просветительской. Мы примерно говорим с вами об одном и том же. Мы стремимся к трезвению. К трезвению. Конечно, лучше, чтобы человек не ослеп, да? Маханув там чего-нибудь непонятного, нелепого. Или там пищевод себе не прожег, попутав бутылки. Конечно, лучше. Но, тем не менее, трезвение, ну, необходимо нам срочно. На самом деле, вот есть статистика очень интересная, которая сводится к следующему, что если взять уровень потребления алкоголя и сложить его с уровнем рождаемости и рассмотреть такую сумму, да? Рождаемость на тысячу человек. То получается, что некоторая константа, которая практически не меняется со временем. То есть, закономерность следующая, что чем больше потребляют алкоголя, тем ниже уровень рождаемости. Если правительство действительно серьезно относится к тому, что в России русские практически вырождаются, то, наверное, нужно предпринимать какие-то шаги, реальные шаги по борьбе с алкоголизмом. И вот у меня к вам, как профессиональному врачу и к аналитику хорошему, Вадим, у меня простой вопрос. Какие существуют формы или методы борьбы с алкоголизмом в масштабах страны? Кроме сухого закона. Или ничего больше нет? Да и... Потому что я, честно скажу, очень часто слышу аргументы, что хорошо, не будут пить, сядут на наркоту. И второе, хорошо, если объявят сухой закон, то сразу появится подпольный рынок, самогоноварение и тому подобное. Конечно, появится. Такое маленькое замечание, что во время Великой депрессии в Америке ввели сухой закон, и как раз семья Кеннеди, они поднялись на контрабанде алкоголя из Канады. Но ведь получается следующая тогда ситуация. Например, борьба с алкоголем, с самогоноварением. Некто Сталин, если помните, был такой у нас лидер. Он, я помню, решил за пару месяцев, когда милиционерам просто за каждый самогонный аппарат выплачивали премию. Поэтому это не аргумент. Буквально через два месяца самогоноварение было искоренено. А по поводу наркотиков, ну, они дорогие, они дороже алкоголя. Значит, будут дешевле. Вы знаете, на самом деле, ведь сухой закон в Советской России в 2024 году был отменен только по одной простой причине, не столько по финансовой, сколько такого тотального самогоноварения, которое было, изымали сотнями тысяч в месяц самогонные аппараты. И было бесполезно. Вот, пришли результаты к отмене. На самом деле, знаете, как вот микробы, они почему до сих пор всех не съели, до сих пор, что они потом есть, есть будут, понимаете, если они всех съедят. Так и с алкоголем у нас такая ситуация. Мы движемся к тому, что вот в обозримом будущем у нас, собственно, людям все равно, что будет пить, понимаете, обезумивают все. Вот мы находимся в такой ситуации. Мы находимся в ситуации эпидемии нарастающего слабоумия, которая происходит с нашими братьями, сестрами, близкими. Вот что происходит. У нас нет семьи окружающей такой, кого проблема алкоголя тем или иным способом не коснулась. Беда огромная происходит. И я тут не вопию, я далек, чтобы быть пламенным, там, революционером. Слово борьба мне вообще не нравится. Мне нравится, например, слово качество психической жизни и улучшение и качество психической жизни. Да, ну, конечно, и в образовании, безусловно, во всяких социальных программах, в защищенности и так далее. Но оно в трезвом уме еще. В трезвом уме. Вот трезвый человек, он правильнее всегда поступит и всегда найдет путь. Всегда есть путь возвращения и обретения себя. Но путь этот может обрести только человек трезвый, но с помощью алкоголя никакого нет. Забыться можно, совесть забыть можно, все, больше ничего нельзя. Метафизический алкоголь несет на самом деле всего лишь два свойства у него. Отключает совесть, время, все, он больше ничего не делает. Чего его пить? Но люди-то пьют и что с этим делать? Они ведают, не ведают. Понимаете, у нас много бед от невежества. Невежество из неуважения к мозгам, к собственным мозгам. А уважать их некогда, потому что пьет, понимаете? Неуважение к собственному мозгу. Почему? Вот в стадии, условно говоря, в компании, ну, проще, проще, там, по-другому все. Потому что уважительно к себе отнести. Ну, а как вот реально, вот если, скажем, у вас будет полная власть, нужно бороться с этой проблемой. Какие есть подходы вообще? Ну, педагогические, педагогические. То есть нужно работать с человеком? С человеком, конечно. Конечно. Читать правильные книжки, слушать хорошую музыку, не смотреть телевизор в том виде, в котором он сейчас есть. Ну, в общем, в том числе, да, в том числе. Западные методики, ведь западный мир уже все опробовал, от сухого закона до ограничений, и не работает, ни в Швеции, ни в Финляндии, на самом деле, все равно пьют все больше. На самом деле, вот я много раз спорил с наркологами, с психиатрами, я не считаю алкоголизм болезнью. Это не болезнь, это безответственность человека, которая, может быть, потом уже трансформировалась. От заблуждения, от заблуждения. Возьми себя в руки, все пройдет. Не может больнуть. У меня в семье у самого было столько проблем с родственниками, что вплоть до, не дай бог, другой семье. Поэтому я видел, только безответственность. Позвольте, позвольте вас прервать, просто у нас радиослушатель очень долго висит на телефоне. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Я хочу вам сказать, вот я живу в Финляндии. В Финляндии говорят, что много пьют. Но дело в том, что тут есть часть общества, они называются староверы, финские, лестедилайни. У них по 10 детей, у всех они не делают аборты и вообще не пьют. Они считают, что это выпивка, алкоголь, это добровольное сумасшествие. Они на всех, кто пьет, они считают их сумасшедшими. А у нас в России, вот я так считаю, что там есть депрессивные регионы, их очень много. Место того, чтобы завести туда свои материалы, какие-нибудь производства. Они туда завозят тонны водки, и населения работы нет, что они делают? Только их бьют. Там это политика. А потом еще, это, я так проанализировал систему в России. Это называется предательное народонаселение. Ну, есть. В 2020 году это примерно обойдется в 60 миллионов граждан. Утилизируют в России. Алкоголь одна составляющая. Там еще много других. Вот у меня такое вот... А скажите, пожалуйста, а вы с интернетом дружите? Я отражу, но... Вот. Я вам просто... У меня седьмой десяток, я вот вас по интернету и слушаю. А вы знаете, я вам просто хочу посоветовать, поскольку вы стали говорить об утилизации России, я с вами абсолютно в этом смысле согласен. В 2006 году господин Дерипаско дал интервью одному фонду, по-моему, Евразийскому фонду, где Мшин четко изложил свое видение программы утилизации России. Если вы отгуглите утилизации России, то я думаю, что вы получите очень много подтверждений своей точки зрения. Но все-таки, на самом деле, получается, насколько я понимаю, что в сегодняшней России, в сегодняшней ситуации экономической, социальной, с алкоголизмом бороться бесполезно. Что значит бесполезно? Не бесполезно никогда. Слово бороться исключаем. Лечить можно научно-доказательными методиками. Каковых на сегодняшнее время не так много. Их всего лишь две, условно говоря, которые реально помогают. Это обращаться к врачам-профессионалам. Понимаете? Я тут много... У нас, к сожалению... Практически осталось две методики. А какие это методики? Ну, прежде всего, это некоторое время лечебная изоляция. Лечебное слово. Не насильственное лишение свободы, а лечебная изоляция. Хотя в ряде случаев и недобровольным можно было положить. И абсолютно классические, заложенные там русскими докторами, русской психиатрии способы лечения. Понимаете? Вот за последние 30 лет особых открытий нет. Пожалуй, прорыв, это пролонгированный налтрексон, это дорого. Вот на что государство могло бы обратить внимание. здесь помочь каким-то образом, потому что это дорого. Но это дает реальные результаты. Там ремиссии, и люди учатся, и быстро учатся жить трезвыми. Для них не усилие быть трезвыми. Но для этого государство все-таки должно это поставить по главу угла. включилось, здесь бы оно включилось, потому что дорогостоящий прибор чуть-чуть снизил, но все, дорого лечиться. Но возможно. Очень хорошая зарекомендовавшаяся методика, не могу заниматься рекламной кампанией, но тем не менее, если бы государство услышало каким-то образом, это было бы просто замечательно. Ну, эффективность этого способа какая? Я вам так скажу, что если я приводил вам статистику ремиссии, то есть не пьют год и более меньше, чем 10%, то это гораздо больше, чем 50%. При том, что алкоголизм, да, болезнь хроническая, прогрессирующая, неизлечимая, это просто вот неубиенно. Вот применение пролонгированного нотрексона, наблюдаем за ним 12 лет, дает до 70% в ряде случаев. То есть, в принципе, если государство возьмется, эту программу можно сделать? Абсолютно, абсолютно. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях был Олег Викторович Пархоменко, психиатр, главный врач клиники расстройства высшей нервной системы РОСА и Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова